Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем смотреть, как делать скругление квадратиков на вот такое. Это автоматическая функция Adobe Illustrator. Возможно, вы не знаете все настройщики, я вам сейчас их покажу и будете им пользоваться. Важно! Я нарисовала прямоугольник со скругленными углами. Это не просто прямоугольник, а прямоугольник со скругленными углами, у которого появляются вот такие вот опорные точечки, которые позволяют делать скругление. Это принципиально важно. Они у меня все такие, видите, у них у всех есть. Я их сделала разным цветом для того, чтобы мы могли с вами смотреть, как это делается. Работать я буду инструментом белая стрелочка. И смотрите, когда я нажимаю на мой квадратик, он у меня целиком активируется и все точки становятся активными. Мне нужно выбрать именно одну точку, чтобы только одна загорелась. И я ее начинаю тянуть. Получается вот такая вот дуга. То есть из квадратика у меня получилась вот такая дуга. Очень-очень удобно. Вариант 2. Мы можем с вами выбрать два уголка и их оба потянуть к центру. Получится вот такая вот скругленная штучка. Вполне она часто может применяться. По логике делаем три уголка, правильно? Я выбираю shift, то есть я нажимаю кнопочку shift и планомерно все выбираю. Вот такая красивая штучка у меня получилась. Например, лепесточек. И еще один вариант. Два противоположных угла. Один и второй. Тяну только не угол, а вот это вот колечко. И смотрите, в зависимости от того, куда я затяну, получаются разные формы. Можно оставить так, так, так. Я просто не отпускаю кнопку мыши. Вот у меня получился первый ряд. Он самый простой. С ним удобнее всего работать. Но в скруглениях у нас есть еще одна хитрость, которую не все знают. Она как бы скрыта. Мы выбираем, с вами тянем точно так же. Но я хочу, чтобы у меня скругление было другого типа. Видите, она глубоко подсвечивается. Я делаю двойной клик. И у меня открывается дополнительная панель углы. И эти углы можно поменять. Например, на вот такой вогнутый. И то, что у меня изначально было выпукло, теперь стало вогнутым. Вот такая вот история. Давайте сделаем то же самое с двойным углом. То есть мы с вами собираем. И теперь вот оно выделяется, правда, по одному. Один уголочек. Окей. И вот его легко можно опознать. Но выделяется. Не самый удобный способ, честно могу сказать. Вот оно выделилось. Двойной клик. Оп. Вот. Получилась совсем-совсем другая фигура. Тоже самое скругление. Но при помощи выбора способа угла, который будет делаться, соответственно, оно смотрится по-другому. Так. Следующий вариант. У нас это три угла. Давайте покажу. Сделаю. Соответственно, получается точно такая же история. Двойной клик. Окей. Вот у меня получилась красивая такая штучка. И теперь сделаю четыре угла. Так. Этот угол не выделен. Все четыре угла тянем. Получаем, по сути, шарик. И один. Окей. Не все стороны сразу выделились. Собьем. Здесь вот есть такая неудобная хитрость, что не все сразу выделяется. И тогда приходится немножко пощелкать. Вот, смотрите, выделилась. Получилась такая вот звездочка. И еще один пример. Когда здесь у нас с вами выпуклое, здесь вогнутое, а здесь вариант прямой. Выбираем точку. Тянем ее опять к углу. Двойной клик. И вот здесь у нас, смотрите, прямая сторона. Получается, по сути, треугольник. Треугольники мы можем рисовать другими способами. Но тоже, чтобы у вас было понимание, что это можно сделать. Теперь выбираем одну точку, вторую. Тянем их к центру. Двойной клик. И прямой. И сюда тоже. Двойной клик. Прямой. Вот, получился такой вот домик. То есть автоматически из квадрата мы сделали домик. Притом из квадрата с круглёнными углами. Так, теперь три стороны. Собираем. Давай на клик. Соответственно, я думаю, что вы догадаетесь, как это будет выглядеть. Давай, выбирайся. Вот немножко неудобно выбирать. Честно, я вот сколько не пробовала. Вот неудобно выбирать эти вещи. Никак вот она не цепляется. Собирается постоянно только вот эта часть. А мне нужна вот эта часть выбралась. И вот эта. Нет, опять не та. Можно ещё и комбинацию сделать. Здесь части прямые. А здесь части непрямые. То есть я показывала отдельно каждую. А вы можете собрать это такая, это прямая, это волнит. И получите что-то своё. И здесь тоже сейчас две части соберём. Другу-другу. Вот прямой. Вот такая интересная штучка получается. Используйте этот инструмент. Возможно, вы будете рисовать какие-то логотипы, принты, что-то интересное. Может быть, цветочки, лепесточки. И вам это понадобится вот из квадрата, из прямоугольника вот этого. Прямоугольник со скруглёнными углами. Можно сделать вот такое разнообразие. Достаточно быстро и просто. И всегда с абсолютно правильной кривизной. Потому что, когда вы рисуете перо, там получаются разные отклонения. Здесь отклонения не получается. Потому что используйте этот инструмент. Думаю, что он вам будет полезен. С вами была Чайковская Екатерина. Не забывайте подписаться на канал. Писать свои вопросы и комментарии, если у вас что-то появилось. Для того, чтобы не пропустить ничего интересного. И я могу тогда сделать что-то. Тот ролик, который будет отвечать на ваш запрос. Для меня это тоже всегда важно понимать, чем вы занимаетесь. Что вам важно, что вы понимаете, что не понимаете. Возможно, есть какие-то запросы. На этом всё. До скорых встреч. Пока-пока.